Такой мой совет. Поэтому Карлос Кастанеда, прочитайте книги, читайте не спеша, делайте это ежедневно, прочитайте, чтобы сформировать свою идею. Удивительность книг Кастанеды заключается еще и в том, что они дают какой-то подъем. Я первый раз прочитал книгу Пхагават Гита в свое время, и она дала просто какой-то невероятный подъем. Кстати, огромное спасибо Борису Гребенщикову, моему другу, который сейчас уехал, конечно же, из России в Израиль, с которым я общаюсь. Мы друзья, с ним дружим с Харьковой, и этой дружбе уже 18 лет, он скорее всего даже смотрит это видео. И я могу сказать, что огромное спасибо за его индивидуальную транскрибацию, и не транскрибацию, а за его индивидуальный перевод Пхагават Гита, и за его индивидуальную вот такую работу, над которой он занимался больше многих лет, там трех или четырех лет. Я считаю, что его чтение и его перевод Пхагават Гиты самые наполненные, самые яркие, самые удивительные. Он вдохновляет, он очень приятный, его можно найти бесплатно в интернете. Он на него потратил на записи, на все это большое количество времени, где-то 7-8 тысяч долларов. При этом это не принесло ему ни рубля, ни славы, ни почета. Зачем он это сделал? Люди говорят, да он, там кто его слушает, он что-то делает, он сделал приятно. Просто так записал, просто так потратил время, просто так перевел, просто так выпустил, потратил еще кучу денег, и это все никто не смотрит. Там может быть 2000 человек посмотрели эти аудиокнигу, которая выложена бесплатно, и конечно же это не финансовый проект.